Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим сегодня с вами о завершении выращивания картофеля, о подготовке картофеля к выкопке. Конечно, ранние сорта картофеля возможно, но невозможно, а точно уже давно выкопаны. Средние сорта картофеля сейчас выкапываются для непосредственного потребления. Ну а поздние сорта еще находятся в поле с тем, чтобы выкопать их попозже и заложить на хранение. Одной из важных проблем выращивания картофеля в умеренной зоне является повреждение его различными болезнями, которые начинаются на листьях, на стеблях и потом переходят на клубни, в которых они сохраняются. Это может привести к порче клубней, либо же к передаче инфекции на будущий год. Речь идет, конечно же, в первую очередь о фитофторе и о многих других заболеваниях. Что же делать, если вы увидели, что ваша ботва имеет признаки фитофторы, а принимаемые меры, к сожалению, не дают хорошего результата? Многие советуют скосить ботву, и это, в общем-то, неплохой совет. Почему? Потому что как раз ботва является у картофеля источником инфекции для заражения клубней, которые потом не будут храниться или станут источником инфекции как при хранении, так и ограничат получение будущего урожая. Однако же многие боятся скашивать ботву, связывая это с тем, что ботва все-таки ведь фотосинтезирует, ведь картофель может еще не набрать достаточно силы, не нарасти клубень как следует, и если скосить картофель, оставить в земле все это дело, то как же он будет питаться? Но на самом деле здесь надо взвесить плюсы и минусы и выбрать, что вам важнее. И важнее должно быть защита растений от болезней. Поэтому скашивание ботвы является, в общем-то, хорошим советом. Однако у него есть и недостатки. Связано это с тем, что после скашивания ботвы клубень стимулируется к дальнейшему нарастанию ботвы. И эта ботва может вот от этих пеньков, которые остались, снова начать расти. На эту ботву наползают жуки колорадские чаще всего, может даже тля прийти, нападают снова болезни, и цикл повторяется. Поэтому вот это скашивание, имея такой недостаток, не является самым лучшим способом избавления от ботвы картофеля. Лучшим способом является десикация или синякация. Она уничтожает ботву в полной мере так, что дальнейшее отрастание ботвы уже не происходит. Кроме того, обработка с целью десикации или синякации, что, в общем-то, практически одно и то же. Она дает шанс растениям забрать питательные вещества, накопленные в ботве, чтобы они перетекли в клубень. И вот все, что накоплено в ботве, чтобы успело уйти в клубень. И клубень мог как увеличиться в размере, так и налиться питательными веществами, вкусовыми веществами. Ну то, за что мы картофель и любим. Как же проводится эта процедура? Проводится она очень и очень легко. Наиболее часто встречающимся рецептом синякации ботвы картофеля является обработка раствором суперфосфата. Два килограмма двойного суперфосфата растворяются в 10 литрах воды. Лучше всего залить на ночь кипятком, после чего раствор фильтруется, заряжается в опрыскиватель и картофель обрабатывается. Примерно в течение 5-7 дней ботва полностью высыхает, отмирает из-за того, что она обожжена таким крепким раствором. Но за этот период, как я уже сказал, питательные вещества успевают уйти в клубень. Этот раствор достаточно доступен, дешев и является хорошим подспорьем. Как всегда, осада, которая остается после растворения суперфосфата, он содержит кальций, он содержит сульфаты, он содержит еще какое-то количество фосфора. Никогда его не выкапывайте, обязательно подкапывайте его или в гряды, или под кусты смородины, или каких-то других плодовых кустарников. То есть, ну просто закопайте в землю, там где вы будете выращивать растения, это будет очень хорошо. Но я вам дам несколько иную рекомендацию относительно досекации и синякации. Мне нравится другой способ. Этот рецепт сродни искореняющей обработке, которую мы применяем для обработки весной и осенью плодовых растений от комплекса болезней и вредителей. В этом случае мы используем 500 грамм железного купороса на ведро воды и туда же прибавляем литровую банку мочевины. И обрабатываем вот таким вот раствором ботву картофеля. Она тоже сгорит примерно за те же сроки, что и при использовании двойного суперфосфата. Однако же у этого способа есть ряд преимуществ. Во-первых, это гораздо более эффективный метод избавления от инфекции на поверхности листьев. То есть даже если у вас на ботве возникла фитофтора или какие-то еще заболевания, этот раствор благодаря содержанию железного купороса, а также мочевины, которая тут тоже обладает обжигающим эффектом, эта инфекция полностью уничтожается. Она уничтожается настолько, что обработанные этими веществами ботва, стебли, которые остаются, листья, вы можете использовать, смело использовать для компостирования. Не надо устраивать этих вонючих костров по осени и летом, чтобы сжечь ботву. Вы можете эту ботву смело либо оставлять в поле, закапывать, либо же относить на компост. Тем самым почва обогатится азотом, тем самым почва также обогатится железом, который очень важен для всех растений. И вы не просто сожгете ботву, но еще и сделаете своеобразную подкормку. Кроме того, этот раствор полностью уничтожит остатки тлей, остатки каких-то насекомых вредителей, которые заселяются на ботве. Когда же нужно сделать? Опять же, нужно сделать примерно за 2-3 недели такую обработку до планируемых сроков уборки картофеля. Я провел такую обработку неделю назад, и вот вся моя ботва совершенно сгорела, полегла, ягодки остались нетронутыми. Ну, ягодки я здесь специально оставил. Я хочу из них извлечь семена, посеять картофель, размножить его ботаническими семенами. Ну, мне просто любопытно, что из этого получится. Может быть, получится отобрать какой-то свой собственный сорт. Так делаются новые сорта, это уже будет селекция. Не стоит применять этот метод широко для размножения картофеля. Ну, а я по духу экспериментатор, мне нравится. И вот давайте посмотрим, в каком сейчас состоянии находятся клубни. Вот если сейчас немножко раскопать вот здесь вот этот куст, то мы уже здесь можем увидеть эти самые клубни. Клубни хорошие, сформировавшиеся, гладенькие, ровненькие, посмотрите. Но у них еще слабовата кожура. Эти клубни еще рано выкапывать. Они еще должны находиться в земле для того, чтобы кожура вызрела, для того, чтобы она сделалась более толстой, более устойчивой к механическим повреждениям. Поэтому, по крайней мере, на 3-4 недели я этот картофель здесь оставлю, а буду лишь выкапывать те кусты, которые мне необходимы непосредственно сейчас для потребления в пищу. Обратите внимание, что здесь нет ни парши, ничего. И могу сказать, что не особо здесь было много колорадского жука, ведь я использовал тот способ мульчирования и подсевания льна в картофелю, о котором я говорил на канале Процветок. Что же, вот это уничтожение ботвы является очень хорошим способом недопущения проникновения фитофтороза и других болезней в клубни, стимуляции образования клубни, перетекания питательных веществ в клубни, укреплению самих клубней и хорошей подготовкой их к уборке и дальнейшему хранению. Используйте этот метод за 2-3 недели до выкапки ваших клубней. Если это плановая досекация, синякация с целью, ну просто уничтожения ботвы для подготовки к уборке. И используйте ее так сразу, как только вы обнаружили массовое развитие фитофтороза, вне зависимости от того, когда вы собираетесь убирать клубни. Может быть даже через месяц после этой процедуры, а может быть даже и больше. Но убрать, сжечь эту ботву вместе с возбудителями болезней и с вредителями гораздо важнее, чем оставить ее, поскольку она пораженная, уже все равно не выполняет своих функций накопления питания для картофеля. Между прочим, этот же самый раствор вы можете использовать для обработки санации растений томата в теплице или в открытом грунте, после завершения вегетации томата, после того, как весь урожай будет собран. Вам тогда не придется уносить эту ботву томата за пределы участка, где-то захоранивать или сжигать. Вы можете смело после такого выжигания возбудителей болезней и вредителей перенести ее в компост, и уже весной этот компост будет полностью готов для использования под растения. Вы можете использовать его под капусту, под крестоцветные другие растения, под картофель, даже и под томаты, потому что, уверяю вас, что возбудителей болезней там уже не будет. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok